всем привет друзья это первый подкаст который называется кулок подкаст первый тестовый подкаст в общем давайте насильно не ругает ну и лучше вообще не ругайте нас в чем отличается наш подкаст от других подкастов как ты считаешь на счет ничем не отличается не зала отличается дохуя чем во первых тем что у нас нету гостей да тут обычные работяги да как бы нас двое нет гостей и на что мы рассчитываем рассчитываем и на то что будем залетать ваши шорсы и в рилсы и и так далее короче в тик токе а концепция заключается в том что мы будем обсуждать новости за прошедшую неделю за прошедшую неделю просто будет обсуждать новости без всяких там сценариев текстов и так далее собственно начнем начнем с новостей и первая новость которая будоражит умы эта новость о том что на олимпийских играх в париже заметили девушку боксершу которая похожа на мужика среди спортсменок зачастую бывает который слегка мужеподобные особенно в силовых каких-то видов спорта тот же самый бокс я с тобой согласен но эту девушку назвали трансгендером не просто так она провалила гендерный тест но она провалила не на олимпиаде она на чемпионате мира до чемпионате или мог там я не допустил нет вот мог ее как раз таки допустила да не допустил ее айби организация айби который руководит человек по имени умар кремлев да я наслышанно бы знаком ну ты знаешь что это наслышан в общем смотри как ты вообще считаешь это женщина или мужик ну самый главный вопрос визуально она выглядит как мужчина вот визуально да в этом вообще нет никаких никто не спорит с этим да мужеподобное возможно просто есть такие девушки которые выглядят визуально как тем более они сами стремятся скорее всего вот так выглядеть не знаешь не наносить мейкап и тому подобное то есть ты считаешь что все-таки это женщина я не знаю каковы там эти процессы определения пола я не думаю что там знаешь их просит с ними штаны покажи нам да там скорее всего как-то по-другому это не знаю обращать гинекологу или кому-то еще но если до олимпиады допустили хотя есть вероятность того что это повестка западная учитывая как открывалась олимпиада тайна вечера смотри есть такая информация я как бы ее вычитал с интернета интернет знаешь ну там очень много информации а что мог не проводит гендерные тесты 99 года это бред чтобы участвовать в олимпиаде достаточно иметь паспорт где написано мужчина или женщина а вот это уже вопрос китайскому государству как они выдают паспорта если ты сменил пол тайвань тайвань я думаю накид ну назовем ее так скажем это не материковый китай заранее извиняюсь перед правительством китая я считаю что это ваша историческая земля перед товарищем сэдзимпинем в общем мне кажется что это ошибка мока олимпийского комитета недоработка не доглядели они тоже не доглядели они обязаны гарантировать зрителям и другим спортсменам как сказать справедливые права справедливые права не то что там не понял то есть женщины должны драться с женщинами а мужчина с мужчинами а и в данном случае эту женщину мы просто нужно провести какой-то действительно гендерный тест действительно просто нашего какой-нибудь узбекского судьи отправить к этот снимать штаны как как на узбекском правильно это одер кашли по старинке ладно так ну вопрос как бы закрыт не до конца но я думаю что смотри у уши был факап еще и с рекой там якобы нашли бактерии в реке сено и там пловцы выплывали и начинали валивать да и даже канадский по моему спортсмену он стал неофициальным логотипом вот этих соревнований когда был этот некий шарш и не знаю как это назвать где он блюет цветами радуги да у каждой олимпиады есть какой-то маленький такой знаешь недочет например вспомни сочи когда кольцо не загорелась и когда медведи спал на это на этой олимпиаде во первых флаг перевернули почему-то не знаю как они могли неправильно повесить флаг это очень странно то что они не проверяют на трансгендерную принадлежность с 99 года это бред это очень большой бред но в плане абсурд мне кажется они обязаны это да да и в первую очередь в первую очередь они должны проверять что девушка должна сорваться всегда с девушкой потому что спортсмены которые подготавливаются к олимпиаде они проходят через большие трудности это не очень легко попасть на такое мероприятие видеть ну в виде спортсмена который приз представляет свою страну это очень круто и очень обидно что девочки не смогли себя там круто показать если конечно это трансгендеры как думаешь что произойдет если вот там ну два трансгендера если ты знаешь да 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 1 1 или 1 из тайваня кстати как ним обращаться 1 1 давай пока 1 потому что богат в русском я не знаю в английском языке у них есть разные обращения к этим трансгендерам кто-то просит там шейхи и там подобное кто-то вообще зэй ну давай не будем их оскорблять вдруг они по может среднему лица не но это будет оскорбление вдруг это действительно просто страшные девушки представь как им обидно лица которые не определить представь как им обидно если вот они просто девушки и они смотрят наши подкасты такие нет они девушки которые просто похожи на мужиков и их сейчас вся планета называет их а ты мужик ты не должна здесь участвовать и нас или мальчики тоже извините если вы похожи на девочек да вот о чем мы вообще говорили прелестях короче мужика ну ладно давай переходим другой теме в узбекистане не будут вводить обязательную школьную форму надо было это давным-давно сделать ну что я помню как я заканчивал школу в узбекистане никогда не существовало обязательной школьной форме не было я неправильно выразился единый обязательной школьной формы то есть везде была обязательная школьная форма которая регламентирована внутренним уставом школы а вот единый такой республиканской формы не было не было но ее будут водители чем из вопроса хотели вести хотели вести по восемнадцатом году но вот никогда этого не дошли но можно смотри как я просто знаю что в японии все школьники носят форму но при этом каждая школа у нее форма отличается прикольных а да да у каждой школы отличается типа формы возможно я как-то некорректно это говорю но насколько я знаю у каждой школы есть своя школьная форма и увидев человека в этой школьной форме ты поймешь это школьник вдруг там что-то знаешь ли кто-то наедет на ребенка условно или помочь нужно там подобное или чтобы милиция смогла выцепить ребенка если он там в компьютерном клубе си будет сразу понятно потому что ребенок при себя не будет двойную форму носить в портфеле условно смотри я дополню новость вообще о том что в узбекистане будут водить единую обязательную школьную форму заявил чиновник по имени азамат камолов но он отметил что одежда школьников должна соответствовать внутреннему уставу школы а именно мальчикам запрещается носить шорты футболки тапочки и тапочки а девушкам тонкую обтягивающую и открыто показывающую тело одежду а также различные украшения на шее на пальцах да это уже каждая школа знаешь заучи и там ты наверно сам помнишь как при входе школу стоит за учили там директор и она сама определяет ты зайдешь сегодня потому что в мое время было так смотри а что-нибудь вообще изменится вот этой новости мне кажется мне кажется ничего не смеется брос держите ребята мы там обсуждали но не будет никакой школьников это никак не коснется нет школьники даже не в курсе что это обсуждалось школьники в курсе это точно я постарался в общем ребята мне кажется форма никак не изменится в школах потому что единой формы и так никогда не было было форма которая регламентируется внутренним уставом школы а внутренний устав школы никто не отменял так что вряд ли вы сентября сможете надеть там кроссовки и там я бандану они также будет надевать потому что я когда учился у нас были на ребят который постарше например нас они в тапочках приходи серьезно да в мою школу приходили ребят в тапочках и в шортах ты делали девочки в первой школе я учился я думаю сейчас там уже намного лучше что там стадион сделали раньше играли на поле кстати что мы пьем на тахтаре на тахтаре я первый раз уж так грузинские лимонады очень вкусные его прям в грузии разливают да там грузин стоит карикатурный грузин и поет песню так ну давай к следующей новости тогда хули смотри в ташкенте построят 20 надземных переходов за 107 миллиардов суммах смотри 20 надземных переходов это получается каждый переход будет стоить 5 миллиардов суммах либо 420 тысяч долларов мне отрадно что в нашем бюджете есть такие деньги это раз нашем бюджете есть деньги куда больше отрадно что есть такие деньги но не отрадно что я сам свидетель того у нас в городе построили 4 или 5 надземных подземных точнее одним вообще не пользуется как ты считаешь что лучше надземный переход или подземный переход но это или средизем средиземный был куда круче ты такой заходишь выходишь там на тенериф и там тогда чтобы пол пол тела торчало земли и ты переходил ну это зависит от местности где легче реализовать данный проект а так без разница лишь бы было как это сайвово для обычных людей как все раз сайв ну сайвово сайвово блять хорош хорош лишь бы им удобно и так вот в том то и проблема что у людей никто не спрашивал так государство так работает она не всегда у тебя спрашивают что тебе но иногда спрашивают вот в конкретно данном случае насколько я знаю ни у кого не спрашивали просто вот решили построить 20 надземных переходов а скорее всего аргументировали это безопасностью то есть если будут как-то вообще считаешь влияет ли это на безопасность да если люди будут этим пользоваться да потому что еще раз скажу когда их только-только у нас городе вот построили не все еще пользовались этими переходами по моему люди по старинке ну вот последнее время я не видел людей которые переходят надземный переход по подземный переход сверху в редких случаях это есть вот один переход у нас городе который до сих пор игнорируют люди нужно не понимать что сверху я пройду это будет условно 30 секунд а вот снизу это две минуты зачем мне время терять знаешь насколько я знаю эти надземные переходы будут оборудованы лифтами лифтами а эскалаторами это хорошо потому что я недавно столкнулся с тем что бабушка не проходила по подземному я и говорю бабушка вот там есть подземный переход и гор ты можешь перейти наград я не могу спуститься у меня у него видимо проблемы с тазобедренным суставом она не может его отпускать поднимать и чё она перебежала со своим сыном по дороге по неположенному месту хотя я им сказал пройдите вот так вот они вот скале я не могу это ужасно но видимо не все предусмотрели я сказал там есть скат тебе будет удобнее и теперь главный вопрос ну хорошо это хорошо ли иметь надземный переход или плохо это один вопрос другой вопрос ну мы с тобой не профессионалы в том урбанистики уж точно ну в том сколько там стоит надземный переход но тебе не кажется то что это пиздец как дорого 400 полмиллиона долларов за надел зарабатываешь намного меньше чем вот эти бабки даже на 10 лет если разделить то да это крупная сумма большая сумма очень большая сумма но что поделать это государственный иногда поступает по-отечески например вот каждый человек может вспомнить как в детстве родитель говорит ты будешь есть овощи а ты хочешь сладкое тебя никто не спрашивал это ведь правильно со стороны родителя дать ребенку овощи возможно государству виднее он все таки не сидят обычно не то что обычные люди а не глупые так скажем возможно им виднее можно ждать возможно нет это только время покажет давайте но эксперимент эксперимент давайте попробуем узнаем это плохо или хорошо потому что у нас городе раньше был подземный переход давайте потратил закопали потом еще раз откопали и новый построили ну смотри давайте давайте узнаем а тут потратится 20 миллионов долларов получается я знаю да да 20 миллионов тем более для города ташкент учитывая что он это же город ташкент правильно ташкент очень сильно развивать 10 миллионов долларов почти 10 среди стран снг это третий город очень по населению даже второй город потому что петербург я не беру на ты про российский да 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 алмата даже они не сравнятся у них 2 миллиона у нас 3 миллиона казахстан поменьше казахстан больше государства ну по численности по численности да мы их опережаем казахстанцы бедные на нас смотрят и как-то завидуют и женам наверно местами не станет а ну давай к следующему вопросу вопрос не узбекский а глобального вопрос президент венесуэлы вызвал на бой илона маска из-за чего из-за чего конфликт за чего из-за чего из-за чего вот я не знаю ты расскажи из-за чего я не знаю я у тебя прочитал смотри насколько я знаю илон маск где-то его да он типа подъебал он назову диктаторами что-то типа того я по-моему насчет его выбор у него же недавно были выбор когда типа по тассу ученикся подала из-за этого в том что выборы были нечестны и поскольку я за илон маск ответил по моему да я типа сделаю данная на этот вызов он ответил при а и он добавил его чекан ау типа он нас трусит он струсит да не знаю у мазу мадуро есть бэкграунд бойцовский какой-нибудь может он занимался капуэра кстати смотри я еще видел пост илона маска он сказал мадуро крупный чувак и скорее всего умеет драться но крупные это еще не означает что что человеку может но ему 60 лет но 60 лет ману маложен сколько 50 50 и маска же кстати не худой он тоже крупный смотри если допустим представим что этот бой состоится где он будет происходить хардкор чемпион же я без понятия у этого как как разилаем который всего всего она выдавляет собой помню министр центр банк министр финансов россии нет силан не знаю я не снят все этот чувак который организовывает бои хардкор эпик файтинг хардкор файтинг а все-все артем какой-то артем танасов нет это вот садов суски ну типа да да легче так сказать может у него потому что у него там есть беркова прорезарей если мангол если без приколов где-то это блять венусуэла и получается америка да они не могут драться не там не там правильно но на суде бы что-то что-то должно быть посередине в африке могут организовать бой юар да куда илон вас родом да кстати уже из африки в канаде пожалуйста короче давай то если ребята если вы вдруг нас смотрите илон маска и и он приезжай узбекистан знаете тут такой бой организуем мы тебе столько бойцов предоставим все больше на разогреве у тебя будет драться хазбик хазбик я проиграть скорее всего так ну давай к следующей новости короче пошел такой слушок что в некоторых автозаправках узбекистана метановых цена на метан подскочила до 4000 сум связано это с тем что закончился срок предельной цены на метан в размере 3750 то есть государство уже не контролирует цену на метан получается так получается так это прискорбно потому что сейчас каждый второй у кого есть своя заправка будет устанавливать неправильную цену а это неправильную рыночную цену цену рынок это такая вещь просто сейчас какой-нибудь я не знаю до стонбеку укажет там 8000 например да ну хорошо до стонбеку укажут 8000 а раф шандек укажет укажет 7000 и это уже рынок это конкуренция он выиграет конкуренцию и все клиенты попрут к нему когда цены знаешь не равномерно на такое это просто это это первая необходимость это вещи первой необходимости я считаю что топлива это одно из вещей первой необходимости так она никуда не исчезнет она не исчезнет она как раз таки не будет не будет никакого дефицита потому что когда государство регулируют цены появляется дефицит появляются очереди а ты знаешь какие у нас очереди на метан это это еще не гарантия того что не будет очередей это гарантия но не знаю добывает нефть так то ну нефть вспомни что было с бензином раньше когда бензин стоил по 2 или 3 сейчас государство не регламентирует бензин нет вообще никак насколько я знаю нет но у нас были проблемы с 80-м насколько я помню вас были пиздец какие проблемы я сам стоял по 4 часа в очереди за бензин и не получил водой за женой она была беременна ты на тот момент не стоял не кричал я кулов пропустить тогда я был не кулок а другой слабо короче ты считаешь что это плохо я считаю да на такие вещи должно вмешиваться ну как минимум они должны планку верхнюю указать ребят вот выше такой нельзя ставить потому что это необходимые вещи для смотри а что если они просто отодвинут эту планку выше не 3 750 а 4 700 но да если просто чтобы некоторые продавцы то есть ты думаешь что цены могут реально взлететь блять по 10 тысяч я лично сталкивался с тем что некоторые продавцы устанавливают на продукт x там я не знаю 0 5 условно да то есть они 50 процентов сверху могут поставить хотя все вокруг стоит 20 процентов это вот в розничной торговли я был свидетелем сам у меня нет сомнений что если если нас кто-нибудь посмотрит то все будут за тебя то что народ любит халяву если сейчас предложишь ребята а давайте отменим все налоги все тебя поддержит но это будет неправильно это неправильно да но мы можем сказать что мы снизим налоги для тех кто сам придет будет лично платить ну условно это я так смотри к следующей новости я попрошу тебя налить как он называется на то на тохтари на лебеди потому что следующая новость у нас не покажем только тогда когда нам заплатят на тохтари вот грузин придет вот тот самый грузин который не знаю дует эти вишни короче следующая новость у нас будет про напитки а именно а в про афганскую газировку до под названием называется золотая жизнь героя на везде по-разному где-то на вечеринка называется где-то на golden life я везде то есть они они не заморачиваются с названием они такие наш продукт вкусные берите как ты думаешь как они придумывали название типа давайте придумаем крутое название наверное я просто помню когда школе учился у нас был переводчик тогда еще не было интернета такой джигуди даже хуже сократ назывался мы записали мы написали в этом переводчики имя своего одноклассника коля николай он перевел как селман это лосось после этого мы начали называть лосось николай вас ли мы просто решили посмотреть приводится ли имена на английский язык мы написали николай он почему-то нам перевел какая связь между я не знаю я не знаю но переводчик нам перевел имя николай вот царь николай царь соломон как-то слишком длинная такая цепочка связи короче ты думаешь афганцы пользуются сократом до сих пор потому что я я просто на натыкаюсь на какие-нибудь видосы про афган я такой страну афганистан натыкаюсь и как там вот эти пуштуны или кто они в тюрбана ходят и как там грязновато моментами ну смотри короче какой крутой в стране мы живем ребята пошел мы живем поверьте мне мы живем в очень красивый и относительно афганистана относительно афганистан так смотрите сительно даже средней азии окей о чем новость афганскую газировка афганская газировка не прошла повторную проверку в узбекистане об этом сообщает издание дарьё со ссылкой на агентство техрегулирования при проверке выяснилось что добавки а за рубин е122 превышает установленную норму также нет предупреждающей надпись а содержание в напитке данного красителя который как-то там влияет на детей я помню это читал ранее в сс не нашли вредных веществ в напитке совесть не нашли с не нашли об агент нет смотри тут другая формулировка в сс не нашли вредных веществ в напитке а агентство по тех регулированию говоришь то что она не горит то что эта добавка вредна она горит что она превышает норму тут кстати это очень важно понимать то есть они нашли эту самую добавку и говорят афганцам ребят вы хотя бы на упаковку и и добавьте да по-моему на упаковке нету составе ее и нету короче если такая добавка существует в напитке обязательно должна быть предупреждающая надпись да да возвращаясь к новости когда у нас появился энергетик содержанием канабиоидов его там не было в итоге да 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 вот эта новость появилась потому что я лично сам заходил на сайт польский и там не только этот напиток продается но и запрещенные вообще рады и тому подобное я был слегка шокирован что у нас у это появилось но потом достал лично убедившись что в составе нету я не пробовал но я попросил друга который тот момент находился в магазине чтобы он пошел купил он попробовал он сказал что его просто энергетик но это я я тоже пробовал это обыкновеннейший энергетик у него даже нет никакого привкуса да а вдруг сестом чем найдет да ну смотри афганский вот этот напиток запретили в кыргызстане то есть вот реально прям запретили в казахстане тоже его проверили нашли там какие-то несоответствия требованиям но не запретили и после после казахстана в узбекистане которые ранее по сути говорил то что с напитком все в порядке заново перепроверили и нашли какие-то опять же какие-то подковерные игры с афганистан до стали были политика я не знаю запрещены на территории республики узбекистан я на всякие не запрещены окей не запрещены мы это вы вырежем короче мне не запрещено они так короче ты думаешь что какие-то подкрылого запиток ты пробовал это нет я пробовал иранский тоже гранату иранский за и бога вот афганский нет но я наслышал что он очень популярный и сейчас из-за того что его нет на прилавках новых поставок лидирует флавис сейчас вам везде по моему какой-то узбекский брат да 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 я его кстати вчера пробовал ну вот сейчас все перешли на флавис прямо в топе говорят круче чем я не знаю вот такой вопрос нахуя ты им делаешь рекламу если они тебе не заплатили флавис свяжитесь со мной так ладно следующая новость очень такая тоже наболевшая тема особенно ясно да в принципе наболевшая но мы сейчас не о наболевшем а о как каком-то решении проблему сейчас поговорим в общем электросети переходят на новую систему биллинга узбекистанцев предупредили что с 31 июля по 5 августа сегодня какой августа 5 по сегодня пользователи могут столкнуться с проблемами оплаты за свет также сообщается что в данный период не будут отключать электричество за задолженность но я проверил только что у меня не работает до сих пор да они говорили до вечер до ночи 5 но я надеюсь что я успею быстро зайти и оплатить потому что на улице 40 градусов кстати смотри с 31 июля по 5 августа люди не могли оплачивать хотя у кого-то давно пошел долг правильно да да их не отключали не отключали сейчас заканчивается 5 августа получается блять час всех отключат у кого есть долги я думаю не всех сразу и скорее всего еще пару дней они могут работать ну что там какая-то думаешь там догадаются дать шанс лидер я надеюсь дайте нам шанс по логике они сейчас должны просто на нахуй и всех отключить пол страны останется без света не пол страны более ощутимый процент ощутимый даже если 20 процентов это будет очень слышно ну смотри наш подкаст выйдет уже как минимум завтра и мы будем как бы люди уже будут знать результат и я надеюсь напишут в комментариях вообще как ты относишься к вот этой теме с лимитом там 200 киловатт и с новыми тарифами больно да за прошлый месяц я заплатил сам 500 тысяч это очень больно по карману бьют но что поделать я не хочу чтобы знаешь я потел безостановочно на улице 40 градусов хочется дома в комфорте находится хочется находиться дома до под кондиционером под кондиционером и не выходить но это знаешь это такая же тема вот как мы обсуждали насчет метана да ну хотя бы знаешь вот эти 200 киловатт но повысите вы 3 государство пытается опять же заработать не заработать выйти в рынок в рынок типа устроить какие-то рыночные чтобы отношения рыночные отношения группа да 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 то есть вообще цены на электричество на газ устанавливала всегда по моему государству нас и государство получается ну субсидировала эти сферы и это минус бюджета и сейчас государство хочет она видимо решила что у людей появились деньги они уже готовы платить рыночную цену 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 цены лицу даже похудение решили платить рыночные деньги за электричество и на заработанные деньги государства построят надземные переходы блять поймал меня ловушку короче пытаемся выжить логику государства она пытается сам и сделать рыночными вот и все хорошо это или плохо это уже время покажу возможно через полгода государство такое скажет ну давайте мы вам не 200 киловатт а 400 сделаем по старой цене там же ставят слушай никогда пожал пойдет назад она может наоборот сказать то что блять что-то по моему 200 киловатт 100 киловатт брата короче ну такая цена такая новая смотри не знаю ты ее читал нет в ташкенте заметили баннеры с надписью она сына м сын я слышал про эту новость это рекламной кампании какой-то фирмы что ли что такое ну как ты считаешь какой фирмы может быть такая реклама грудное молоко насколько я помню там что грудные смеси вот эти детские ну вот эти смеси для детей по моему ну нет ну ты не прав ну смотри однажды не так давно один великий мудрец короче однажды я читал закон о рекламе и заметил очень интересный пункт в узбекистане запрещена реклама грудного скармливания почему ошибся узбекистане запрещена реклама все что заменяет грудно грудное скормление вот сейчас правильно то есть это направлено смеси и покупать смесь женщина кормит груди окей а у нас какое-то повальное вот это знаешь заменение кормление грудью смотри вот я когда прочитал этот закон этот пункт в законе я не понял нихуя типа а какого хуя вообще что из плохого типа быть в этих смесях вот я теперь увидел эту новость оказывается это какая-то ну пропаганда кормления грудью у нас какая-то неделя кормления груди и вот пропагандируйте у нас это переводится как пустим паспасе у мамы да ну грубо говоря да а как сказать второй перевод это у нас что-то плохое короче что матершина поэтому насколько я знаю ребята убрали все эти баннеры как ну мне кажется идея была охуенно она да но нам она на грани и у нас в узбекистане это много кого может задеть ну будем объективны так скажем не все выкупят этот прикол да да нужно объяснять и взрослыми иногда до сих пор нужно рассказывать что такое интернет как минимум и что пепси и да нужно рассказывать что такое ирония постирония и там подобное что потому что вы в их время юмором не был так сильно развит юмор не был развит советское время уж юмор тоже развивается да 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 восприятие юмора как минимум то что было смешно 40 лет назад когда у юмор был просто другой бля юмор юмор он просто юмор он существует просто в какой форме сейчас вот в такой форме поговорим о другом замечательном продукте под названием антижанское мороженое все его увидели в парках и не только вдоль дороги парки у пруда да все его видели и кто-то даже ел кто-то умудрялся есть я никогда я тоже никогда мне почему-то инстинкт самосохранения мне говорил не ешь да 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 и это скажем так мягко говоря не очень аппетитно выглядят я не знаю я это все это все в коробке находится даже не просил открыть покажи мне я просто смотрю на человек просто коробка которая из пенопласта да из пенопласта который не подходят никакие провода да это уже выглядит как-то блять странно типа мороженое блять оно не растает нахуй такие типа вопросы короче смотри антижанское мороженое может привести к отравлению стафилококком да об этом заявили где сесси у тебя в телеграм-канале подписывайтесь на телеграм-канал клок news внизу будет там или где я не знаю где короче внизу по любому внизу сесс опубликовала заявление по антижанскому мороженому и короче прочему мороженому продаваемому придорожными торговцами в жаркие дни мороженое может привести к отравлению стафилококком который может привести к ряду других кишечных и легочных заболеваний да будьте ребята осторожны в некоторых телеграм-каналах даже писали что может привести к смерти но в любом случае если ты у тебя холера какая-нибудь ты срежь фонтаном 3 ну вообще мне кажется любое заболевание может привести к смерти но мы сейчас уже можем многие заболевания лечить антибиотики может привести к смерти формулировка может 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 потому что я недавно наткнулся на видос где чувак вот эту самую коробку моет в фонтане тогда да я тоже видел на это он блять конечно он не человек мне кажется фонтан в общем антижанское мороженое мы никогда не пробовали не советуем фрейзер туда это наше личное мнение как бы мы не советуем не советуем да так переходим другой новости поговорим о человеке который с большой буквы появля павел дуров заявил что у него более ста бил биологических детей при том что он не женат и не замужем да мы же не знаем до сих пор предпочтением павла он не делится с нами да ну он был женат кстати и у него трое детей да у него трое браке и строить не у него трое тел он развелся но сказал то что после брака он сказал что предпочитает жить один мужик такой мудрый мужчина уже пошил эту жизнь до мудрый мужик ну ты вообще знаешь эту историю типа откуда у него 100 биологических детей я да я уже наслышал что он является таким крутым донором спермы у него первоклассный донорский материал ему так врач сказал дубай вот так блин чувака что ты делал вас органолептический ну короче смотри ну как ты к этому относишься типа к сдаче сверху окей это вполне нормально типа почему бы не потому что многие люди не могут за иметь детей у нас у нас узбекистане уже с каждым годом это становится некой проблемой у нас появляется центры до эко-центры у нас есть я лично знаком с людьми которые не могут уже не первый год завести ребенка хотя они пробовали очень много там чего и типа просто некоторые у меня например как это справиться это семейный слегка так скажем вопрос есть один родственник который не может завести ребенка и он находится в браке с человеком в итоге они приходят к тому что берут ребенка извне так скажем не воспитывают его в смысле за не усыновляет что да да ну дочеряет усыновляет у тебя уточняю потому что у нас торговля детьми тоже развита там за 1000 за 2000 я даже покупаю до сих пор но их потом ловят а тут установили все по документам все нормально да смотри ну мы сейчас говорим не об усыновлении и даже не оптом и кода потому что смотри у нас в узбекистане до сих пор существуют всякие стереотипы типа вот даже эта новость ну даже у нас бля вызывает смех нет но так что бля смеялся ты блядь показывал врачи короче вот я опубликовал новость все начали ржать над дуровом типа подрачи драчун там мастурбек и все такое ставь лайк если мастурбек да 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 мне кажется тоже в этом нет ничего плохого еще я прав я стурбечить нет ничего плохого в том чтобы сдавать донорскую спермы или как это называется не знаю сдавать сперму в банк а в холостую стрелять это как это я на смотри это не в холостую все что-то сдал она куда-нибудь да попадет канализацию смотри и я хотел сказать и вот как бы мы говорим то что это неплохо а где это делать вот я понятия у нас мне пойти там в поликлинику и сказать для тех кто не в курсе когда у тебя проблемы с тем как завести ребенка когда ты идешь к врачу тебе в любом случае назначает спермограмма по моему называется процедура ты меня не понял я хочу сдать сперму я вот к этому виду для того что кабинеты там либо в кабинете ты можешь сделать либо ты дома можешь сделать но при этом нужно биоматериал быстро привести на клик в клинику при этом не нужно укутать чтобы учись не протухла как антижанское мороженое да 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 и ты потом ешь и такой заболеваешь смотри нет искал если у тебя проблемы да ну во первых у меня нет проблем я хочу сдать вот в банк сперва я просто в любом случае ты будешь мастурбечить в банку ребята в этом нету ничего плохого у нас есть вы каждый из вас с этим столкнется когда женится знаешь мне кажется не только сдавать донорский я не хочу назвать это я не знаю у нас просто в нашем городе есть ли вам я думаю ташкенте есть скорее чего она она платит я надеюсь ребята ташкентские напишите в комментариях сходите да сходите и напишите в комментариях нам просто интересно сколько можно на этом заработать потому что этот баксов надо тема тема такая как сказать рабочая чем тапать хомяка лучше фапать хомяка так идем дальше дальше у нас какая тема тема близкая к тебе я люблю черепах ребят накормивших на своим черепаху нашли и оштрафовали предыстория так где это произошло в сурхандарье два парня накормили черепаху нас на своим блять и сняли это на камеру выложили в инстаграм и мы это все подхватили и начался полный пиздец но до их поймали и оштрафовали за жестокое обращение у нас ведь есть закон который ну за жестокое обращение животными те могут там 15 суток условно дать правильно есть хорошо я не знаю сколько суток но у нас есть административное наказание не уголовно и уголовно уголовно срабатывает только после 1 ну если ты один раз получил административку и повторил а тяжести по моему нет ну например ты 150 собак зарезал эти 100 тысяч штраф это знаешь это уже к юристу надо обращаться это считается как типа однократно и и что еще хотел сказать я даже у себя в телеграме об этом написал я конечно не юрист но почему статья 94 кодекса об административных об административной ответственности ведь черепаха была краснокнижной типа это краснокнижная черепаха не за это за убийство животных из красной книги там блять ну наказание совсем другое должно да 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 то есть будь это обычная черепаха смотри вот кстати еще одно заблуждение ты знаешь что обычных черепах не существует на то есть любая черепаха в узбекистане это по сути краснокнижная черепаха то есть за а мага зоомагазинах продаются краснокнижные черепахи да вот эти обычные сухопутные черепахи это краснокнижные черепахи краснокнижных вообще животных можно продавать для хороший вопрос я не знаю тогда изымайте из всех зоомагазинов этих черепах скорее всего так либо у нас есть какие-то многие заблуждаются я сам этого не знал то что блять вот обычная черепаха который блять ходит по улице она я я думаю то что это какая-то обычная черепаха а нихуя это очень редкая краснокнижная сухопутная блять степная черепаха вот так такие вот новости друзья суть ребята не надо никому в рот засовывать на свои насильно да и желательно даже себе блять в рот не засовывать на свой потому что это отвратительно но это не точно это не так переходим к след под последней новости чувак последняя новость у нас закончится где в турции в турции президент раджепта и эрдоган очень странно как сказать повел себя на церемонии вручения там ключи от квартир ключи от квартир пострадавших пострадавшим от землетрясения жителям одного из турецких городов короче пацанята подошли какие-то дети подошли президенту что какая-то там традиция типа целовать руку вождя или что и не лавы и государственные вообще в турции существует такая традиция чтобы целовать руки старших людей в знак уважения бабушек и дедушек а окей да и видимо существует такая традиция что типа взрослый человек дает деньги маленьким детям такая традиция скорее всего есть потому что вот дети подходят к эрдогану есть они целуют целуют ему руку он дает он ну какие-то деньги там чисто символически он же не дает он там ключи от квартиры ну если кто не в курсе один из детей не поцеловал руку эрдогана и в ответ он его шлепнул по лицу ну так по отечески или взмаха не пиздану как в этом знаешь как это называется каменные головы или как блять слэпс фэйс слэп или как-то в общем да не он просто ребенок даже улыбнулся кажется но просто это выглядело очень странно для жителей запада это стопудово выглядело странно да и для наших многих это выглядело скорее всего странно но слушайте у нас и не такое в узбекистане происходит в узбекистане происходит не такое например год назад один из хакимов по-моему андижанской области не буду утверждать плюнул в рот ребенку я удачу у нас в узбекистане существует особенно в деревнях это разве плюнул в рот ребенку на удар чем я это фильме увидел в старом каком-то фильме по моему тохар садуков там даже играл ему тохар садуков до свое время еще и актером был снимался фильм пляж первосуши ну я возможно путаю но короче каком-то фильме я увидел я находился тохара садыкова плюнули в рот в нет он снимался на фильм там просто какой-то ребенок которого отправляли школу ему в роту мама типа плюнула я для меня бывает первый шок и маленький когда был я спросил у тети она горит ну типа есть у нас есть такие ну наверное не будем смеяться над над традициями но скажем что это со стороны выглядят странном если это будет твой дедушка твой отец это я это еще окей это чужой чужой мужик чужой зеркать узнаешь такой мимо проезжал на велики остановился год открою рот да и плюете в рот совсем уже это выезжает и говорит я оксакау не можно ну чтож закончились наши наши новости это был первый первый выпуск первый тестовый выпуск кулок подкаста подкаста которые мы заслужили чувак почему у меня все короче кончается на это мы заслужили чувак новости которые мы заслужили отказ которым заслужили понимали я даже его канал не смотрю я твой канал тоже не смотрю хотел у меня обидеть так мы хоть и друзья но творчество друга слегка тяжело воспринимать вот так скажем да и под конец скажем что ждем ваши комментарии и обязательно подпишитесь на телеграм-канал кулок news потому что в следующем подкасте мы будем ждать ваши вопросы которые будем читать из телеграм-канала кулок news можете задать любой вопрос попросить убрать вот этого чувака справа или слева смотря как дела или попросить чтобы он так близко не говорил в микрофон короче всем пока